здравствуйте друзья все еще 13 июня я тоже не тут рассказал помните 13 число анекдот как любовник отказался прыгать с балкона 13 этажа она еще удивилась неверная жена ты чё суверны стали вот я на таком легким настроем начинаю следующую серию она будет о детях и о том чего детям дети никогда не узнают если только когда-то мои записки не станут достаточно популярными скажем так вот это моя особая папка здесь не все никак не хватает сил чтобы все собрать до кучи вот если все здесь дети моем саду это особая жизнь вот это особое воспитание ясно вот она моего воспитания а вы что думаете я перед этим не прошел школу моржевания которая спасла мне жизнь избавив от смертельной астмы вот было что передать детям и что интересно чем меньше дети тем меньше тем меньше не боятся холода вот сейчас и у меня стала дилемма дайте какая сейчас покажу вот дилемма следующая это ледяная вода сейчас примерно градусов 7-8 то как видите особого страха ну ладно я старый морж и дети не испытывают особого страха я столкнулся с тем что полфильма надеюсь будет про детей полфильма про как устроены дети и взрослые то о чем никто не говорит помните анонс сделал анонс такой вот у нас работает и определяет наше поведение желудочно-кишечный тракт который является самогодным аппаратом производит алкалоиды который влияет на всю нашу жизнь прямо на наше поведение на наше настроение на наше здоровье а дичайший объем гигантский университетский курс переведен в школьную программу по биологии университетский а гигантский объем информации абсолютно не нужны не в запоминаемой с тысячи сотни тысячи терминов непереводимых вот вместо того чтобы людям объяснить их на самом деле от чего зависит их здоровье и жизнь их вес их настроение их поведение вот этом услышите от меня но я начинаю с детей почему вроде бы имею на это право если я в 35 лет остался жив вот дичайших условиях ныряю венесей я рассказал про эти условия надеюсь вам нарохозно было только от моего рассказа и так а начинал я приезжаем на риск мне 11 лет привозят нас на риск я сразу нахожу озера долга очень не были немаленько озеро вот и холодная всегда на риск она не успевала никогда прогреваться я не умею плавать никто не плавал черт меня толкнул я не хвастаюсь я говорю о своем характере я взял бревнышко и эти бревнышко поплыл то есть баба болтая ногами самом центре я переплыл вылез оттуда не живой не мертвый наверное целую часу лежал солнышко грел отогрелся и вы думаете в обход обратно пошел будучи еле живой нет поплыл обратно вот с этого я начинал это 11 лет а сейчас это обои мои внуки старший тимоша ему 12 год он уже никого не спрашивая друзья у него постарше уже купается на карьере который до сих пор не прогрелся до сих пор холоднючая вода вот и вдруг выясняется что и младший 9 лет вспоминаю себя тоже тайком от мамы несмотря на ремень несмотря ни на что ни на какие-то обещания на клятву не поеду не буду и все равно он каждый день на карьере это вот вот это характер это характер у детей есть это не все дети способны это дети способны у которых развивается организм впереди ломка впереди половое созревание но она никогда не останавливается начиная с рождения и даже зачатие но у нас фрейда не приветствуется ладно давайте пробежим семей для права на такие на такой тон который называется знать как менторский вот ну естественно что отравленных фруктов мои дети не едят это понятно вот что-то у них развелось много скоро правнуки появится это я крестю я крестный отец вот эти должны знать что в них есть отец я хочу чтобы вот это вот изумление на лице сохранилось на всю жизнь у детей ладно покажу девочку вот эта девочка диана вот 16 лет забеременела тут же осталось как это называется таких случаях как в таких случаях называют брошенный короче 17 лет сплошные лекарства через неделю роды нужна коляска хорошо бы два в одном может кто-то бы прислал немного денег абсолютно без средств существования так сложилось вот я тяну сколько могу грустная тема можете помочь если хотите телефон мой кто не знает там есть титрах вот это воспитание задание постоянно только в деревне сразу бить грушу бить 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 это это один из моих принципов вот он воспитал себе это я всегда говорил и говорю значит мы мужчины должны иметь оружие дома даже если ни разу с него не выстрелишь и хорошо бы нам мужикам я так детей воспитываю внуков теперь воспитываю нам мужикам хорошо бы ни разу в жизни не выстрелить вот ну разве что по какой-нибудь случайной утке вот главное это когда придет нужда защитить себя семью у каждого мужчина это я говорю старый бывалый волк который в таких переделках бывалый который спасал людям жизнь и которому если дали мирный орден вот именно мирный орден знак почета то тогда это означает что мы с вами вы имеете дело с настоящим мужчиной каждого мужчины в сейфе должно быть ружье идем дальше вы подумайте надо же в прошлый раз говорил что орден трудовой славы да орден трудовой славы это я заговариваюсь но у меня она скопирован и он у меня есть в этой папке что я настоящий и орден у меня настоящий и за моей спиной спасенная жизнь я командир газоспасательной дружины и работал я в дичайших в жесточайших условиях вот но повторяю увлечение охоты закончилось 74 года на ружье смазаны и вам того же желаю все мужчины должны иметь охотничье ружье знаете друзья что такое охотничье ружье сказать вам это когда картечь это лучше всякой пули не промахнетесь это уж точно ну все продолжать разговор будем вот ну понятно сибирь видите в руках у елена сада савельевич моей помощницы моей ученицы и почти кандидата наук вот в руках градусник мы идем в мире температуры воды в енисея а вот она а вы знаете почему сейчас вот мы чистим снег с Тимоши сказать потому что выходной день выходной день посреди дня на катке не было ни одного человека это так обидно до чего это зато все сидят эти я видел четверых парней в деревне на днях сидят на заваренке все четверо в телефонах это деревенские они тоже деградируют переходить на тему садоводства тогда никогда не закончу смотрите вот она связь поколения это Тимошкина мать у нас сопливой девчонкой но уже тогда я учил работать ты можешь киноматик а вот мы чудеса межвидовые примерки ой еще все никаких только будем говорить про это а вот это то же самое беда только уже все проехали учеба началась уже шести лет вот вот это тоже учеба и вот это это значит что я столько денег трачу что каждый ребенок в один-два ходит это в один-два кружка вот тоже надо особенно девочкам вот еще одно поколение все мое это мое ну не могу я вот подробно про все рассказывать не могу эта девочка впервые видит плод которого нет на планете представляете вот девочка есть а плода нет фантом муляш-муляш это я взял эту самую шарик и раскрасил его это разве это может быть в Сибири в Сибири а наука как говорит а уже это вот дички и жердели да вот все не отвлекаюсь не отвлекаюсь не отвлекаюсь не отвлекаюсь это только про детей вот видите заставил его залезть в воду он еще маленький был уже видно по нему что на грани как сказать все все с каким-то таким состоянием это как кипяток опуститься посмотрите на его лицо я думал когда-то пусть будет еще канал для детей чтоб Тимошка вел чтобы детей учил знаете мне до того обидно пока не будет сверху что-то никогда этого не будет есть передача радиология рыбалки это же всероссийский как он называется ну в общем федеральный канал там много чего чего лучше бы не смотреть я время от времени раз или два в месяц повторяет одно и то же мой любимый мою вторую родину Таймыр вот показывают горы Патарана показывают этих самых я тоже там ловил рыбу вот показывают гольцов там уж и рыбу тут лососевая рыба называется гольцов вот и этот повторяют я почти туда не заглядываешь к нерву не мотать не завидовать вот но раз десять видел одно и то же и вот мне так обидно там столько пустого места зачем повторять одно и то же они западают паузой конечно они ведут они там показывают рыбалку как правило как он тащит из воды что-то вот очередного этого самого карася или это не дай бог этого ну про красную рыбу не будем ладно про эту про красную книгу значит а был бы такой канал а и вот почему я на этом канале который называется диалоги рыбалки очень много фильмов с ребенком он стал уже таким крутым он гнет пальцы он таким покрытым тоном как надо рыбу ловить как надо эти самые блесны готовить как надо там заточить там может быть этот крючок как правильно подобрать снасть все молодец а вы представляете что этом такая же передача была бы не вот этот телеканал усадьба сегодня вот это завтра очередные 10 флаконов потом еще пять потом 15 и купите 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 я уже боюсь включать я все ждал чего-то и дожидался даже то совсем чуть-чуть именно проворачивание плодовых растений на чем должно быть основываться канал усадьба редчайшие случаи и то и с калечим и с калечим и с калечим нам нужен федеральный канал где даже бы часть бы я бы сам бы Елена Александровна Савинич вела бы я бы свое Сергей Железов показывал бы как поливать Елена Александровна Савинич рассказала бы как она на север продляет эти же абрикосы это тема ее диссертации вот даже Тимошку бы он уже много может сейчас увидите вот как ребенок чтобы посадил дерево чтобы он ждал растет ребенок растет дерево это у меня крик души когда такой канал будет а вашу эту когда не вот этот где купите 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 только рассчитан на это на кошелек не отщикываемости кроме кошелька вот смотреть невозможно смотреть противно я знаю нас туда не пустят на этот канал приезжал один из ведущих это канал Кудасев Владислав целый день снимали наснимали кучу этих самых сюжетов все уехал жду по усадьбе покажут там один из главных этих ведущих да вот константинов забраковали ну вы догадайтесь почему целый день съемок в лучшем саду вот посреди абрикосов в море лежат абрикосы одновременно десятки ведер уже лежат на земле ждали кудачева на дереве еще больше вот на каждом дереве по пять по десять показывал вот эти разломанные ветки пять-десять ведер ветка лежит на земле а рухнула очередная но все равно показать надо вот все равно учебный фильм сколько было снято где оно а попробуй покажи там люди сразу перестанут покупать эту всю херню скупать эти магазины вот так наболело у меня только потому что нет такого канала где бы и для маленьких детей бы показывал вот Триен Александр Савинич хоть переучила бы студентов она это еще раз она аспирант без пяти минут этот самый кандидат наук и уже специалист по абрикосам вслед за мной вот и учила бы Сергей бы заучил я еще это слава богу еще не помер мы же могли наша команда а у нас сколько этих самых уже столько бы послушали передачу моего друга дальнобойщика с брянской области тут же бы назначили после передачи директором брянского института где херней занимается извините за выражение вот учат как уничтожать деревья с помощью обрезок брянский институт вот так вот и так же в этом самом в обске чудесники живут эти самые мои ученики семья Матвеевых и там бы местный канал даже бы на федеральный канал можно было потому что у них все за мной продолжает все получается все прекрасно и уже профессионалы уже с армистами торгуют обск семья Матвеевых вот еще куча примеров Алексейка на это уже этот как он что я это отвлекся извините который который Алексейка который Челябинский который это научился и сам научился и уже учил и уже две статьи про науки жизни в журнале наука и жизни в этом самом престижном уже две статьи а он мой ученик а у него моя шелковица и не только шелковица проверка запись идет это у меня на душе она болела канал нужен канал ведь что что только угодно только бы не научить людей вот пожалуйста оказывается нарядный его любимая груша вот у каждого у меня у каждой груши свои любимцы у каждого любимца свои груши здорово нет это мои гости живем видите разве они погибнут если выкопал самый сам с любовью сам пересадил внучка валерия вот пока просто позирует а в бедрах уже санцы привиты за столом это они грецкие орехи ой манчурские орехи садят и вы знаете выросли а это уже я уже не помню картошка что ли а вот это уже рассада помидорная вот вот димашка заработал выросил двадцать сельцев манчурских орехов я заработал в своей жизни 30 тысяч рублей но не мелочи вот продавал по 150 рублей вот почему своим продавал ну в смысле недалеко хорошим знакомым не мелочился 3020 манчурских орехов а вот семья вот она вот видите вот это как здорово когда есть кому передавать вот это тоже моя семья это моя двоюродная внучка моего брата внучка вот это учебный снимок видите что груши не гниют почему видите потому что и не гниют они очень боятся сырости а то доктор наук ой который посадил в яму научить я сколько говорю я про детей про детей это я ребенка учил чтобы это он в тайге не не поджег видите чтобы он в тайге не поджег ничего а вот меня держат на веревке вот видите мне не дают утонуть а мало ли на улице в воде плюс 10 а это пофигу плюс 10 уже приучил ребенка вот я так хочу отучить этих детей не любуйтесь не ходите вот это подлое предательство это предательская подлость когда животных держат в клетках только на природе и еще в кине пожалуйста любуйтесь в кино вот но не но вот это это страшная жизнь из детей страшная я оговорился страшная жизнь зверей в клетках ужас нельзя это пытка это издевательство лишенные возможности жить бороться любить рожать высказался 21 год в 15 году мы с Тимошкой с Сергеем Жилиным садили этот сад в 21 это новый участок прикупленный ну считайте 21 год вот опять я про садоводство нет все спросил ребенка что это он скажет колдовидные яблони которых на всю Сибирь несколько штук продают сотнями тысяч на всю Сибирь плодосящих яблони несколько штук повторяю продают сотнями тысяч а вот это девочку можно отдавать куда-нибудь на кикбоксинг вот сильная девочка сильная хотя занимается танцами но такое впечатление что с нее хорошая спортсменка получилась посмотрим вот дерутся на равных и наконец решилась ребенок тайком уже ругали его ходит на карьеры далеко несколько километров друзьями научил на свою голову вот это уже настоящая работа в саду это и здоровье вот и учеба посадка по железу мгновенная тележка раз все все готово и никаких этих обрезка это святое при посадке и никаких дурацких ям дерн не тронуты опять я про садоводство и про детей про детей надо это тоже дитё вырастил как говорится с молодых ногтей это Татьяна Александровна Железова которая принимает заказы на саженцы вот 8 913 444 31 78 вот я Железов получил почетную грамоту вот за то что я помогал детскому садику вот а в 9 микривне где живёт Тимошка и ещё куча детей моих вот меня называют солнечным дедом это моя главная почётная награда звание солнечный дед оно для меня не менее важно вот чем орден трудовой славы учёба продолжается это святое я объяснил ребёнку что самое ценное в саду это муравьи будут муравьи будет деревья будет урожай вот и это же муравейники окружены звериной злобы я всегда когда я хочу найти ролик телеканала бобёров наверняка не сохранился где они пошли в лес муравейник они нашли в каком-то саду пошли в лес и возле старого пятидесяти или столетнего дерева нашли огромный муравейник и начали посыпать поливать ядами я глядя на эту картину на эту учёбу чуть с ума не сошёл вот чуть с ума не сошёл заставь дурака молиться так лопроши будут тысячи тысячи садоводов которые повторят это же самое купите эти купите муравьи муравей наступит это одна из них учит наступит лапкой на яд на лапки принесёт этот яд муравейник и муравейник мёртвый и этого сейчас современная наука стала подлой вот продажной вот это слово продажной купите муравьед купите яд опять я отвлёкся с восьми лет я научил косить ещё неделю назад он у меня немножко косил ну как немножко пока спина не устала вот это тоже учёба я учу теперь всех что вода поднимается по такому принципу поднимается и опускается на десять метров на двадцать деревья бывает и сто метров и вопреки законам физики используя законы физики вот это моё открытие так осуществляется подача воды вверх а вниз не отходы от дерева не отходы а жизнедеятельность дерева глюкоза которая кормит всю подземную живность а я опять отвлёкся насколько можно вот девять лет первый раз я его разрешил выстрелить с ружья боялся плечо выбьет вот чтобы он не мечтал ни о чём несколько раз до удара заставлял чистить ружье собирать разбирать и возил тайгу пострелять теперь он успокоен его не тянет где-то это делать тайком а когда тайком хоть раз в год где-то слышишь ребёнок застрелил себя застрелил своего друга случайного прохожего вот я сам видел пусть из мелкашки но я видел к соседскому домам балкона ребёнок стрелял ну пусть по птицам он стрелял с балкона на улице полно правда когда я позвонил милиции через пять минут уже подъехал это самое воронок вот но как и ребёнка оказалось то ружьё почему он стрелял с балкона а потому что он тайком это делал от родителей вот так надо ну что ещё показать несколько фотографий самых важных ведь это же бесконечно ребята это бесконечно вот вот скажите разве это не важно а теперь он пусть хоть что-то не сказал пусть хоть нахлебается воды утонуть не дадим поняли да вот так надо это спасать от этих отчаянных ребят накупался в другой раз уже тайком не шунется привезите специально на двоём мои дети тайком это родители от Даши и от Юли вот а я молчу вот а они опять получат по попке и опять это тайком на карьер это не из 5 так тогда надо специально это делать но но пока ребёнок ведь у меня же девушка два года ходил в бассейн учился плавать все чуть ли не на соревнования выставляли вот теперь я спокоен вот вот пожалуйста видели 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 это это и учёба и игра помните такую песню АБВГД это моя АБВГД вот я надеюсь что я вам пригодился хоть что-то от меня узнали узнали что детей надо с этого возраста приучать с этого потом им это будет уже не в тягость здесь много интересных полезных как бы это назвать то вот ну как бы сказать поучительных 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 вот самое страшное это когда детей не тому учат вот совершенно не тому представляете это девочки надо это надо девочки в это время они только мальчик как думают вот а такие как я показал эту девочку Диану которая уже рожать собралась шестнадцать вот это чему их учат время теряют домоводство их учите учителем стирая перенки пусть куклу но пусть они научат правильно ее это перенать пусть учатся готовить суп парить чтобы одиннадцатый этот класс закончил а у нее эти самые поварские документы то есть она уже может поваром пойти работать она может с ее и пойти работать научите вязать научите эти самые самое главное еще курсы медиков то есть на уровне медсестры останавливать кровь накладывать шины значит искусственное дыхание все это со школы должно быть причем не просто где-то это чуть-чуть проскочило профессионально вот эту дурь забудьте вы те кто учат детей не понимая которые приходят новые министры ни хрена не меняется такое ощущение они выросли благодаря этим уже самым когда а и все я хотел опять начать свою любимую песню про подгузники про памперсы когда мальчики вырастают тупыми частично сейчас геями просто слабыми мужчинами значит горе женщин будущих жен вот только потому что не тому учат не так учат покажите это яички мальчикам отдельно пусть отдельно какой-то момент всех девочек в один класс мальчиков согнали в другой и девочкам показали что такое как вынимают мертвого ребенка убивая этими не роды а как он называется господи этот этот самый аборты а мальчикам вот фотография крупный план вот яички остужайте их еще еще пока это будет чем раньше чуть ли не в первом классе что ходите без трусов ходите это самое спите без трусов вот больше двигайтесь иначе вырастите кто геем вот горе родители вот не перегревайте яички это самое главное от этого зависит мозги вот эти слава богу нас это миновало все эти памперсы и мозги и сила воли и тогда желание подраться приведет к тому что когда на ваших глазах будут это самое избивать женщину лежачую вот один два подонка а десятки мужчин проходят они в памперсах выросли и какое счастье даже ни слова не сказал о том что он хотел сказать а хотел я сказать о как устроен грудно-кишечный тракт вот начал издалека как он влияет на нашу жизнь на здоровье на поведение в том числе вот и насколько это важно потому что глупости если так в одном случае это здоровье в другом случае это самогонный аппарат плохое здоровье и много чего еще поговорим следующий раз тогда это если это все таки третья серия нет пятая тогда будет еще шестая нет третья серия нет шестая будем писать что пропустят третья серия была запись некачественная пропущенная третья серия будет потом попозже благодарю за внимание берегите детей все что я сказал отнеситесь к этому очень внимательно